Всем привет! Прежде чем начать видео, хотел рассказать вам про наш розыгрыш. В преддверии нового года мы совместно с игровым интернет-магазином GuideGame.ru объявили о розыгрыше трёх ключей сезонного пропуска на третий год, результаты которые будут известны уже 30 декабря. А если всё пройдёт на ура, то мы будем повторять такие розыгрыши регулярно и с разными подарками. Так что не ленитесь переходить по ссылке в описании и принимать участие. Зачастую случается так, что взяли Термита, но не взяли Тетчера. Ну или хотя бы Твич. Ну или хотя бы хоть кого-то, кто смог бы помочь отвлечь бандита, чтобы прожечь точку. Ну или Тетчер был, но его убили на респе. И вот если вы зачастую попадаете в такие передряги, то из этого есть выход. Пускай это трудно назвать полноценным прожигом стены, но лучше чем ничего. И уж точно полезнее, чем пробивные останутся валяться у вас в инвентаре. Если конечно нету более выгодного люка. Уже наверное каждая собака знает, как более-менее безопасно прожигать люк на карте Орегон в постирочную. Но если вы вдруг это пропустили, то это можно делать через стену рядом, в положении сидя. Вместе со стеной прожигается рядом находящийся люк. По этому же принципу мы можем прожигать частично некоторые стены на других картах, даже те, которые находятся под током от УПТ бандита. Таких стен достаточно много и раскиданы они по всем картам, но мы затронем только несколько вариантов из пула рейтинговых карт. Например, самой интересной стала стена около точки пентхаус на карте побережья. Около нее есть деревянный пол, который и поможет нам избавиться от стены. Ставим два пробивных вдоль. И после взрыва второго стена, которая подвергалась двум касательным взрывам, сдается и ломается полностью. А у остальных дыры остаются понизу. Ммм, Дима использовать баги это же плохо, ведь сам говорил. И я бы это не показывал, если бы это нельзя было переконтрить. Причем очень легко, киньте одну импак гранату на пол и термит уже не сможет установить там пробивной. Дело в том, что даже если и не контрить, это не совсем баг. Возможно разработчики так и не задумывали. Но я не думаю, что щиты около окна, не дающие запрыгнуть на точку, тоже баг. Это мелочи жизни. И ты либо хитришь, используя их, либо нет. По сути, это волна от взрыва и не более. Лично я не против таких использований. Играть становится тяжелее, а значит интереснее. Другое дело камеры Валькирии на карте банк. Но даже там я не сдавался и пытался выиграть карту. Также можно прожигать такие стены сверху, если позволяет пол. Там сносят только пол стены и не ломает окно мира, если оно стояло. Еще пару слов про баг с установкой деактиватора на побережье у точки кухня. Есть там недоработка, что деактиватор можно поставить снаружи помещения, что якобы усложняет его деактивацию. На самом деле нет. То, что он стоит на улице, это только графическая модель. На самом деле он стоит как будто бы внутри и деактивируется на расстоянии. В таком как будто его установили так, как задумано разработчиками. Его можно деактивировать даже через монтажника. Ну и вообще этот вход легко контрится со второго этажа. Нужно только желание и пару импакт-гранат. На этом у меня все. Не забывайте участвовать в розыгрыше. До скорых встреч. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.